Ну что ж, уважаемые друзья, гости и подписчики канала Дача Мечты. Сегодня у нас 4 мая. Весна в разгаре. Сегодня у нас юбилейный визит на Дачу Мечты. Сегодня 10 выезд наш с начала сезона. И я с утра не хотел снимать, потому что куча работы. И решил уже, когда более-менее задачи на сегодняшний день были выполнены, решил пройтись, заснять, рассказать, показать кое-что. Ну, я считаю, лучше красиво рассказать и немножко показать. Ну вот, я уже показывал эту бутылочку. Я пластиковую бутылку, небольшую. Вот небольшое дерево, как это наша ноябрьская игрушка. То я вот такую бутылку пипсикольную наделал дырок в ней. И сегодня вот освежил, засыпал туда лаванда. Она еще бывает даже свежая похлеще нафталина. Мне посоветовал подписчик один. Спасибо ему еще раз. И не устану повторять спасибо. И пишите, советуйте, как поступать в разных случаях, если вдруг там или вредители, или где-то может какой-то секрет есть садовый, огородный у кого. Вот так вот я усадил. А тут я не могу просто не показать эту красоту. Вы посмотрите. Это алыча напротив заброшенный участок у нас. Как она на закате даже красива. Просто как невеста. Усеяна вся полностью. Не передать. Так цветет просто космос. Вся белоснежная. Несмотря на то, что она огромная, широкая, высокая, просто нет слов. Это надо видеть. Если камера сможет вам передать эту красоту, то вы тоже можете немножко насладиться. Итак. Цветочки и листочки. Ну, абрикосы уже доцветают и обсыпается цвет абрикосовый. Вишеньки вот только пускают еще листики молоденькие. И уже видно, там просто уже у нас заволочено, я не хочу туда близко идти. Уже видно, сами завязи будут цвести. Вишни, я думаю, на 9 мая примерно. Сегодня, повторюсь, 4 мая. На 9 мая, скорее всего, будут цвести. 100%. Сейчас, по прогнозу, у нас идут теплые дни. Ветер южный. Яблоньки он уже выпускает, листики молоденькие. Это еще пока спит, но уже видно признаки. Почки уже расщепились. Уже вот-вот-вот тоже полезут листики у этой маленькой. Абрикоса уже отцвела, повторяюсь. Это наша маленькая абрикоска отцвела. Эта самая ранняя, он вообще уже пустая, цвет обсыпался, весь на земле. Мы уже немного и ветром ее даже из земли сдуло где-то. Пчелки тут уже поработали. Вот, и теперь она начнет уже через недельку, наверное, выпускать листья. А там уже и сливка зацветет. А эта у нас поздняя, она маленькая, самая последняя. Она только выбрасывает листочки, но цвести пока не хочет. Ну, у нее еще все впереди, ей всего два годика. У этой абрикоски. Так. Что мы сделали самое главное? Самый главный наш план и наша задача была засадить картошкой вот эту первую большую картофельную грядку. Мы справились на 5 баллов. Все засадили здесь. Это задача на завтра. Это вторая полоска. Тут примерно 10 рядков по 30 метров где-то длиной. И здесь то же самое будет. Только чуть длиннее, чуть-чуть длиннее грядка вот отсюда. Вот так. Чуть-чуть длиннее, потому что у этой для начала, вот тут вот, в самом начале тут будет капуста у нас. Мы выделили для капусты. Это все будет у нас картошка. Картошку мы брызгали. Сейчас я покажу, чем брызгали. Напоминаю, эту завтра мы запланировали засадить картошкой. Так. Мы полили снова раствором аммиака клубнику, чеснок. Потому что желтеет чеснок от корня. И я вычитал, что это нехватка азота. И решили так подполнить, подкрепить немного азотом. Аммиачный раствор сделали такой легкий-легкий. 100 грамм на ведро воды. И под каждый этот подлили. И так же и клубнику. Она тут рядом, а не соседи. И тут немного. Лук себя нормально чувствует. А вот чеснок вот слегка выделывается. Ну, уже вроде бы отходит. Я думаю, отойдет. Ну, и тут тоже самое. Так. Эту прошлый раз я подготовил грядку под помидоры. Верхнюю сегодня вскопал все полностью. Выкорчевали три винограда куста старых. На место них будут пока вот тут помидоры. Вот тут был виноград один. Огромные кусты. Вот остались только вот этот виноград. Уже виноград начинает показывать признаки, что вот-вот-вот-вот скоро уже. Так. И вот тут остался виноград. Так. Это самый первый виноград. А вот тут вот раз выкорчевал я. И два вот здесь. И тут будет тоже у нас помидоры. Так. Ну, такую красоту тоже я не могу не показать. Это у нас уголок. Тюльпановый уголок. Красота. А там под забором малины немного. Что-то она нас в последнее время не радует. Малина совсем. Обновил кран. Умывальник у нас вообще теперь чуть ли не евро. Вот. Пальцем даже мизинцем. Аккуратно. Раз. Оп. Так. Вот. Я обещал показать, каким средством обрабатывали картофель перед посадкой. Престиж КС. Так. Инсектофунгицидный протравитель. Для комплексной защиты картофеля от вредителей и болезней. Белросагросервис. Я так понял, Белоруссия, скорее всего. Да, Беларусь, Гомель. Улица Могилевская. Спасибо, Сябрам. Такой препарат. Он красный там. Даже я еще коробочку не выбросил. Вот такая коробочка. Получается почти на литр можно. Ну, если литровый опрыскиватель ручной, то можно там на 600-700 грамм даже, чтобы как следует протравить картошку. Она пока вырастет, пока созреет и вымахает полностью. И никакого вреда от него не останется, даже и пыли. Вот. Престиж КС. Так. А это я показываю то, что я засыпал в бутылочку, подвешенную в кроне нашей груши ноябрьской. Лаванда. Способ для ароматизации. Эффективно против моли. Ну, а мы по совету, повторюсь, нашего подписчика, используем ее для отпугивания всяких вредителей. Глобал. Так, что тут еще пишут? Приятный аромат. Ну, не совсем приятный, честно говоря. Даже чем-то напоминает нафталин. Но есть такой запах лаванды. Безопасность, эффективность, натуральные компоненты. А тут даже он нарисован антимоль. Ну, говорят, сейчас нафталин не выпускается. Может, где-то в спецпредприятиях или лабораториях. Вот это у нас получается Харьков. Это Украина, Харьков. Вот, такое средство. Да, вот это вот я снизу там снимал оттуда. Сначала вот ту грядку под помидоры. В прошлый раз мы прокопали и заволочили. А теперь вот эту верхнюю. Вот, и тут будут помидоры тоже. Вот так. Вот это все будет в помидорах. Вот здесь вот так. Вон такие каркас, на который потом натянем веревочки. При помощи которых будут держаться высокие и тяжелые помидорные кусты. Вот. Ну вот, в целом все. На сегодня мы задачу выполнили. Завтра, повторюсь, вот эту еще засадить картофелем. Тоже протравливать будем. Вот эту вот. А ту нижнюю маленькую грядочку, там самая у нас низина, там постоянно сыро. Очень-очень сыро. И мы эту маленькую грядочку уже оставим на закуску уже после 9 мая, наверное. Тут у нас будут поминальные эти проводы, поминальные дни. А уже после 9 мая, 10, 11 ориентировочно приедем и эту засадим. Вот у нас уже скоро закат. Мы сегодня наработались. Там вдоль забора прошлись полностью. Мамуля там обработала. Там мы посадим кукурузку. Обожаю, когда кукуруза уже свет. Спелая в смысле. Спелая кукурузка. Та отварить качанчики. Туда уже в конец лета, ближе к осени. Вот так вдоль забора туда мамуля. Вот так она у нас создает тень. Немного ее от ветра защищает. Вот. Ну вот я же говорю. Вот это у нас на завтра. Кстати, да, мы сегодня впервые остаемся на ночь. Так как у нас печки, отопления здесь нет. Мы будем греться такой воздушной теплодуйкой. Мы ее называем. Сейчас прогреем помещение. Закутаемся, переспим. И с утра опять за дело. Вот. Такие у нас дела на 4 мая на нашей дочурке. И пишите, кто уже успел чего посадить, посеять. У нас уже все, кроме картошки и рассады. Ну, рассада у нас это помидоры, перец, баклажаны и капуста. Это у нас относится к рассаде. А так осталась вот эта главная стратегическая наша цель. Это картошка. Одна треть уже готова. Вот эта самая большая завтра. Мы обязаны с ней просто справиться. Ну, а это такая у нас она бонусная. Как я ее называю. Бонусная. Вот. На сегодня все. Завтра 10-й визит, дубль 2 будет. Так как в одно видео не влезет ничего. Неохота монтировать. Поэтому мне пока с допотопным таким смартфоном это с трудом дается. Теряется качество. Так что я целиком заснял видеоотчет по 4 мая. А завтра сниму по 5 мая. Это все будет по 10-му визиту нашему. Так что поддержите наш канал. Поддерживайте наши видео лайками. Комментируйте, кому не лень. Ну, и делитесь, если есть у вас с кем поделиться. Может опытом, может просто этим видосиком поделиться. Вот. А мы уже будем там наводить порядки в нашем спальном помещении. Протопим немножко. Сейчас продуем теплом. И будем принимать вечерний чай. И отходить ко сну. Все. Всем спасибо. Всем хороших урожаев. Как всегда желаю. Ну, и крепкого здоровья, мирного неба. Что самое главное в наши не совсем легкие дни. И не совсем спокойные. Ладно. Удачи. Пока. Пишите, комментируйте, ставьте лайки. Пока. Счастливо. Пока.